всем привет и сегодня у нас новое видео обзоры валенсии района валенсии для жизни и сегодня мы с вами пройдемся по району беникалаву немного видео с парка сильно много снимать не буду отдельно большой ролик есть про парк который также не смог его целиком охватить преддверие рождества вот эти цветы как символ высажены здесь ну и большой парк сразу можно сказать если заходить в район со стороны бурхасота то здесь расположен карту и сейчас вам всего района беникалав приложу да в добавление к тому ролику вы его можете увидеть на канале по поводу парка этого парка он был открыт не так на самом деле давно то есть по моему 86 году насколько я смотрел вот на месте бывших полей были поля все прочее если мы посмотрим то ту сторону значит у нас тоже будут еще пустыри идти и на границе с районом бурхасот то есть куда получается у нас расположен район бурхасот там есть еще пустыри которые осваиваются где-то котлованы выкопаны но тем не менее то есть парк не такой уж и давнишний то есть принципе не так давно он был сделан но опять же чтоб не слишком затягивать ролик вы можете посмотреть отдельное видео с парком есть большой красивый мне лично он очень понравился кстати говоря насчет удобства района здесь есть аквапарк здесь же представлен то есть если нет большого желания ехать на море то вы можете непосредственно прямо здесь прийти и покупаться ну вот мы вышли из парка и непосредственно сейчас с вами пройдем пройдемся по району посмотрите район беникалаб был присоединен к валенсии в конце 19 века так же как и многие другие районы которых мы говорили ранее в отдельном плейлисте на канале смотрите районы валенсии для жизни он я надеюсь ничего не помешает его регулярно пополнять ну так вот данный район был присоединен к валенсии в конце 19 столетия а так представлял из себя сельское поселение в течение длительного времени вот еще средних веков был также известен то есть который примыкал к валенсии настоящий момент является полноценным районом со всей необходимой инфраструктурой говоря о местоположении района по сути дела в настоящее время он расположен с гранина граничит с бурхас от с одной стороны можно сказать далее с районом бенифери который мы снимали исходя из путей где едет метро двойка далее немного с компонаром в сторону моря с районом тормоз где парк мерчален мерчаленец что было проще вам ориентироваться и если смотреть вот как я ту сторону ту сторону район тор и фельд тоже потом снимем соответственно все потихоньку снимаем и показываем районы вот это касательно его местоположения населения в настоящий момент составляет порядка 45 тысяч человек часто получаю вопросы по поводу того или иного района хороший он или нет но в основном люди спрашивают именно целиком то есть там выделяя какую-нибудь большую большую область и спрашиваю хорошо там или плохо быть на этот вопрос мне кажется в общем то невозможно ответить полноценное тут каждый должен сам смотреть более того ну вот вы видите район приближается 50 тысячам жителей то есть естественно есть дома получше есть дома похуже есть на свой бюджет то есть я так думаю есть где и вполне возможно и не очень хорошие соседи есть где вполне нормальные то есть тут невозможно таким вот образом характеризовать целиком то есть я вам снимаю какие-то моменты то есть прогулки по районам но выводы вы уже делаете сами и безусловно ориентируйтесь на личное свое восприятие потому что это такое дело когда приехал увидел походил посмотрел то есть и понял твое это или не твое соответственно здесь точно так же как или в любом другом районе валенции но тем не менее цены на недвижимость если вы посмотрите в беникалапе в общем то есть достаточно небольшие в основном естественно не в новых домах но тем не менее есть весьма бюджетного вариантов присутствует ну конечно все надо индивидуально смотреть что к чему почему те или иные цены вот но вполне так скажем если сравнивая с иными районами то цены достаточно бюджетные также получаю вопросы по поводу наличия супермаркетов тех или иных районах то вот специально вам снимаю большую меркадону в общем то проблем каких-то с этим делом в Валенсии как и в общем то и большинстве других городов где мы бываем нет то есть везде голодными вас не оставят вот вышли на более тихую улицу с такими не прям с новыми домами но тем не менее то есть вот что было общее восприятие с разных ракурсов показать вам район то есть есть и шумные улицы есть и более тихие соответственно есть и новые дома есть и не новые все надо смотреть индивидуально в частности Валенсии то есть нельзя сказать что один район какой-то там допустим плохой какой-то прям хороший то есть везде по-своему везде по-своему ну исходя естественно из личного восприятия ну а я показываю соответственно смотрите в целом транспортная доступность хорошая есть и надземная метро которая прямо едет до моря я думаю минут примерно за 20 на за 20-25 минут вас довезет четверка также есть метро которая непосредственно на грани на границе района идет это двойка подземная можно сесть автобусов много в общем-то добраться ну он фактически в городе чуть ли не примыкая почти примыкая к центральной части но мы это снимем потом в районе парка Мерчаленис примыкая почти что к нему то есть транспортная доступность весьма хорошая вот мы с вами в общем то полграницы данного района идем справа у нас в ту сторону идет район бени коллап он там ездит четверочка надземная метро трамвай вот в общем то в общем то на самом деле она хоть и кажется валенсия большой но все достаточно компактно вот еще немного панорамы в районе есть также проезжаем на метро видим африканский супермаркет соответственно видимо где-то его клиенты здесь также есть ну в общем то маленсия в целом это многонациональный город поэтому то есть удивляться так тому не приходится но тем не менее есть как просто задают вопросы иногда вот именно район где бы там были к примеру одни испанцы или где еще что-то но вы что же понимаете что вы приезжаете соответственно вы уже тоже испанцем так скажем не являетесь то есть уже сосед будет у них иной национальности ну а в целом смотреть естественно надо конечно чтобы не было соседей цыган ну вот а так по большому то счету по большому счету все надо смотреть индивидуально как я уже об этом говорил я вам снимаю общие панорамы какие-то районы ну а что вам будет интересно непосредственно вы должны почувствовать посмотреть потрогать своими руками вот тоже такая улочка тихая более спокойно и здесь непосредственно вот вы видите метро метро дальше также будем с вами рассматривать какие-то районы валенсии для жизни в дальнейшем ну в любом случае я вам буду показывать по возможности ну а выводы вы будете естественно делать самостоятельно исходя из своих личных наблюдений вон коты в целом конечно котов тут не так много в основном собачники в Испании но выводы вы будете делать сами это вот мы зашли специально зашел глянуть насколько я понимаю не особо богатые дома но тем не менее вроде все нормально спокойно тихо ну и тут же выходим вот вам и остановка метро и в и и и и и немного из метро и 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